Это видео создано при поддержке Кэмбли, онлайн-сервиса, благодаря которому вы сможете общаться на английском в любом месте и в любое время. И не собственным отражением в зеркале, а с реальными носителями английского языка. Хотите отточить британское произношение? Выбирайте британцев. Хотите говорить по-американски? Выбирайте американцев. Но если ваши вкусы весьма специфические, то Кэмбли и тут сможет вам помочь. Репетиторов тут очень много, и они со всех концов англоязычного мира. Но о чем с ними говорить, чтобы практика языка не превратилась в одно большое неловкое молчание? Все просто. Вы можете найти репетитора, который интересуется тем же, чем и вы. Философия, биология, астрофизика, другие греческие слова. Находите репетиторов с нужным вам произношением и с близкими вам интересами и смотрите на их статус. Если они заняты, то вы всегда можете узнать, через сколько минут они освободятся. А если уже есть свободный репетитор, то можно сразу начинать общение. Все это вы сможете попробовать бесплатно, если воспользуетесь специальным промокодом энциклоп10. Никаких платежных данных вводить не надо. Вы просто проходите по ссылке в описании, находите репетиторы своей мечты и 10 минут с ним общаетесь. Если все понравилось, оформляйте подписку. Практикуйте английский вместе с Кэмбли. Напоминаю, промокод энциклоп10, ссылка в описании. А теперь пора перейти к рассказу про греческий язык. Это индоевропейский язык, на котором сейчас говорят 13 миллионов человек. И можно было бы ограничиться тем, что он является официальным языком Греции и Кипра. Но тут все гораздо интереснее, потому что... Вот есть Неаполь. Это в Италии. Но если мы переведем название этого города с греческого, то у нас получится Новгород. Что еще есть в Италии? Город Сиракузы. Это же те самые Сиракузы, по которым Архимед бегал голышом и орал Эврика. Раньше на юге современной Италии греков было очень много. Но сейчас их осталось всего лишь несколько десятков тысяч. При этом свой язык они все еще сохраняют. Также свой язык сохраняют некоторые понтийские греки. Да, многие уже перешли на турецкий. Но на севере Турции, в провинции Трабзон, еще можно найти тех, кто этого не сделал. Кроме того, можно добраться до Донецкой области Украины. И обнаружить в Мариуполе и его окрестностях приазовских греков. Опять же, многие уже перешли на русский и украинский. Но от некоторых из них можно еще услышать как урумский язык, родственный крымско-татарскому, так и румейский язык, родственный современному греческому. Ну и напоследок отметим цаконский язык, на котором говорят непосредственно в самой Греции суровые потомки суровых древних спартанцев. Все вышеперечисленные языки порой считают не языками, а диалектами. Грань тут очень тонкая. Но масштаб понятен. А уж какого бы масштаба греческого влияния в древности, даже напоминать не стоит. История. Вот подходит к вам человек на улице и говорит «Я учу древнегреческий». Естественно, вы можете ответить «Ты кто такой? Я тебя не знаю!» и постараться уйти от него подальше. Но почему бы на досуге не подумать, что же этот человек имел в виду, когда заявлял, что учит древнегреческий? Все-таки Древняя Греция – это довольно большой временной диапазон. Да и территория тут весьма немаленькая. С чего же обычно начинается погружение в язык древних греков? Обычно все начинается с 5-4 веков до нашей эры. Из основ берется Атический диалект, то есть речь жителей города Афины, расположенного на полуострове Атика. Если мы посмотрим на карту диалектов того периода, то мы заметим, что тут все как-то запутано. Как же так вышло? Переносимся в совсем древнюю древность, когда греческие племена еще не пришли в Грецию, а лишь готовятся к тому, чтобы туда пробраться. Четыре основных племени – это Ахейцы, Ионийцы, Эулийцы и Дорийцы. Первые три выдвигаются на юг, что делают Дорийцы? Ждут. Ахейцы начинают активно дружить с ребятами с острова Крит, у которых уже весьма развитая минойская цивилизация со всякими дворцами, лабиринтами, минотаврами и прочими прелестями. Но только это не греки, а какие-то ребята, происхождение которых мы пока не знаем. А вот Ахейцы уже вполне себе греки. И в результате дружбы с ребятами с острова Крит появляется Микенская цивилизация, в которой используется микенский греческий – первая засвидетельственная форма греческого языка, самые ранние письменные памятники которой датируются 15 веком до нашей эры. Записи сделаны так называемым линейным письмом Б, которое удалось расшифровать только в 1952 году. А раз есть линейное письмо Б, то должно быть и линейное письмо А, так ведь? Да, но только линейное письмо А до сих пор до конца не расшифровали. Этим письмом записан уже какой-то другой неизвестный нам язык. Что в это время делают дарицы? Ждут. Микенская цивилизация развивается, все идет хорошо, наступает уже 12 век до нашей эры. Что делают дарицы? Вторгаются. Наступают темные века греческой истории. Дарицы выпихивают Ахейцев на север Пелопонеса, те в свою очередь заставляют ионийцев обратить свои взоры на восток, потом из ионических диалектов выделяется оттический, все они перенимают и немного модифицируют финикийскую письменность, один из вариантов, который позамествовали пока еще не особо кому-либо известные жители Рима. На ионическом цветет литература, потом еще и Афина поднимаются, и в итоге в Афинах в 403 году до нашей эры принимают тот вариант алфавита, который использовали ионийцы. И вуаля, мы получили классический древнегреческий. Вопрос. А где здесь Гомер? А вот непонятно. О его племенной принадлежности до сих пор ведутся споры, а жил он вроде бы где-то в районе 8 века до нашей эры, а это на 4 века раньше, чем расцвет классической Древней Греции. В его произведениях можно наблюдать древнеионийский диалект с некоторыми эолийскими элементами, и это довольно-таки далеко от классического древнегреческого. Тем не менее, сами греки уже в классический период подробнейшим образом изучали произведения Гомера, Одиссею и Илиаду, что уж говорить о более поздних временах. Теперь начнем движение от классического древнегреческого к началу нашей эры, и будем внимательно следить за оттическим и ионическим диалектами. Одно из наиболее заметных различий между этими диалектами заключается в следующем. Ионическому удвоенному «с», как в слове «таласа», соответствует оттическое удвоенное «т» — «талата». Казалось бы, зачем нам эта информация? Но следите за руками. В русском языке есть слово «глоссарий» и есть слово «полиглот». Есть «изоглосса» и есть «глоттохронология». Как же так получилось, что в интернациональную лексику попали и оттические, и ионические формы? Во всем этом виноват общий диалект, он же «hekoine dialektus», он же просто «koine». Этот общий разговорный вариант древнегреческого сформировался на основе оттического диалекта с заметным ионическим влиянием. В частности, в «koine» язык обозначается словом «глосса», а это, как мы видим, форма из ионического диалекта. Именно «koine» сыграл важнейшую роль в распространении христианства. В III веке до н.э. на него был переведен Ветхий Завет, и на нем же написаны все дошедшие до нас древние рукописи Нового Завета. Да и вообще посмотрите на само слово «библия». Оно же греческое. В те времена греческий был языком межнационального общения во всех восточных провинциях Римской империи. Латынь не потесняла греческий лишь в административной сфере. Но не все так просто. Как раз во времена подъема и развития «koine» всякие ученые-мужи начали негодовать. Мол, вот, у нас же есть прекрасный атический греческий, Сократ, Платон, Аристотель, а вы нам тут впариваете какое-то народное наречие. Этот аргумент мог бы остаться в древности, но уже в средние века в Византии подумали, что это абсолютно правильная позиция. На разговорный язык смотреть не стоит. И потом вы писали все максимально архаично, из-за чего пропасть между разговорным и литературным языком росла. И кто бы мог подумать, но мы с этими проблемами добираемся аж до 19 века нашей эры, когда Греция становится независимым государством. И дальше начинается нечто очень похожее на события, происходившие в то же самое время в другой европейской стране с весьма замысловатой береговой линией. Итак, что у нас есть? Есть демотика, то есть демотики, в переводе народное, язык простого народа. А есть кафаревуса, по-гречески кафаревуса, в переводе очищенное. Некий компромисс между древнегреческим и языком простого народа. Практически весь 19 век лидировало кафаревусом. Затем, в 1917 году, в школьную программу ввели демотику, а то дети просто не понимали, на каком языке их вообще пытаются чему-то учить. Два варианта греческого сосуществовали до 1967 года, когда в Греции произошел военный переворот. Режим черных полковников, продержавшийся до 1974 года, водил кафаревусу настолько жестко, что после окончания этого режима все без промедления обратились к демотике. Ну а в 1976 году грекам удалось сделать то, что так и не удалось сделать норвежцам. Они приняли единый стандарт греческого языка, который основывается на демотике, но содержит в себе некоторые элементы кафаревусы. Потом еще орфографию простили, убрав никому уже не нужное придыхание и оставив только один символ для обозначения ударения. Сейчас посмотрим, как же это все теперь выглядит. Фонетики – ке орфография. И вот перед нами греческий алфавит, где половина букв уже кажется нам весьма знакомой, хотя это только в заглавном варианте. Начинаем с обозначения гласных звуков, коих в греческом 5. А, Э, И, О, У. Звук А может быть обозначен только альфой. Звук Э – буквой эпсилон. А также буквосочетанием альфы и йоты, которое в древности читалось как Ай. Переходим к звуку И. И тут у нас наступает раздолье. Целых три буквы могут обозначать звук И на письме. В древнегреческом они обозначали звуки И, Э и Ю. А еще тут пара двухбуквенных сочетаний. Раньше они читались как Эй и Ой, но теперь это все И. Для обозначения звука О у греков есть две буквы – Омега и Омикрон. Ну а в случае со звуком У, ничего не поделаешь, придется всегда использовать двухбуквенное сочетание. Эта особенность даже до кириллицы добралась. И именно поэтому в старых текстах буква У никогда не встречается сама по себе. Перед ней всегда стоит О, и все это дело ни в коем случае не следует читать как Оу. О Украина. Это просто У. Украина. Буквы две, звук один. А еще есть вот эти два сочетания, которые в древнегреческом читались как Ау и Эу, но сейчас это Ав и Эв, а перед глухими согласными даже Ав и Эв, как в словах Автош и Элифтерье. Теперь согласные. Многие согласные буквы читаются абсолютно так же, как и в кириллическом русском алфавите, только тут придется запомнить строчные варианты этих букв. Помимо этого, есть буквы для звуков Г, Д, З и Н, где все не настолько прямолинейно, но все еще вполне ясно. Только обратите внимание на строчной вариант буквы НЮ. Может показаться, что этот символ обозначает звук В, но нет, для этого у нас есть Бета. В современном греческом это ВИТА. Есть еще прекрасные буквы КСИ и ПСИ, которые обозначают звукосочетания КС и ПС, как в словах КСЕНОС и ПСИХИ. Остается ТЭТА, обозначающая звук С, и СИГМа, обозначающая звук С и меняющая свой внешний вид на конце слова. Но возникает вполне логичный вопрос. Если у нас нет ни одной буквы для обозначения звука Б, то с какой же буквы греки начнут записывать название города Брянск? Правильно, с буквы МЮ. В начале слова звук Б обозначается сочетанием МЮ и ПИ, звук Д сочетанием НЮ и ТАУ, а звук Г сочетанием Гаммы и КАПЫ. Напомню, что Гамма и Дельта в современном греческом обозначают звуки Г и Д, поэтому для получения звуков Г и Д приходится придумывать всякие хитрости. В середине слов вышепроведенные сочетания читаются как М, Д и НГ, хотя в последнее время наблюдается тенденция к упрощению этих сочетаний до Б, Д и Г, как и в начале слова. Примеры. Эборио, Симадикос и Гекропедия. Ударения греки ставят не только в учебниках, но и в текстах для простого народа, за что мы можем их только поблагодарить. У нас-то даже постановка двух точек в букве ЙО считается слишком затратным мероприятием. Кстати, две точки в греческих текстах тоже порой встречаются. Например, не всегда буквы Альфа и ЙО образуют буквосочетания, которые нужно читать как Э. Иногда это просто следующие друг за другом звуки А и И, как в слове Эвропа и Кош. И как раз в этом случае можно поставить две точки над буквой ЙО. Пунктуация весьма привычная, но вот только вместо вопросительного знака ставится точка с запятой. А еще есть слово ОТИ, в котором для развлечения смысла можно поставить запятую прямо внутрь слова. Вот так вот, без пробелов, смс и регистрации. Граматики. Если пытаться сравнивать грамматические характеристики греческого с самыми популярными ныне европейскими языками, то наиболее похожим на греческий окажется немецкий. Те же три рода, почти те же четыре падежа, отдательную в греческом остались лишь осколки, но зато сохранился звательный. Ну и так же, как в немецком, при склонении мы натыкаемся на кучу повторяющихся форм, в которых надо как-то постараться не запутаться. Прилагательное тоже можно свободно склонять во все стороны, а так как они изменяются еще и по родам, то табличка с их склонением начинает выглядеть весьма внушительно. Сложность еще и в том, что по словарной форме прилагательного не всегда понятно, как оно будет склоняться. Например, новый и красивый – это неуш и оморфос, однако новое и красивое – это неа и оморфи. Почему в женском роде разные окончания? Ну, так исторически сложилось. А есть ли в греческом артикле? Да, есть. И определенный, не определенный? Да, все артикли есть. И все склоняются? Все склоняются. Неопределенный артикль – это, по сути, тоже числительно один. Правда, тут опять что-то с женским родом. Мало того, что формы женского рода совершенно не похожи на формы мужского и среднего, так они еще читаются как «мня» и «мняс». Веселение определенных артиклей могут быть только артикли определенные. Естественно, они изменяются и по падежам, и по числам, и по родам. А еще греки, ну, очень активно используют их с личными именами. Не просто «сотирис, софулиас», а «осотирис, софулиас». Теперь смотрим, что у нас с глаголами. Есть две основы. Одна для совершенного вида, другая для несовершенного вида. Иногда они довольно-таки похожи друг на друга, иногда вообще не похожи. В прошедшем времени у глаголов возникает хитрый префикс «э», который можно еще обнаружить в таких индоевропейских языках, как древнеармянский – в современном армянском такого уже нет, санскрит – тоже не то, чтобы разговорный язык в наши дни, и игнопский – а вот на нем таки все еще говорят в Таджикистане. Ну, а еще в современном греческом есть проблемы с инфинитивом. Его как бы нет. Мы же на Балканах, а на Балканах инфинитив – это не модно. Румыны говорят «вряус эскрию», болгары говорят «иском да напиша», греки говорят «целу на грапсу». Дословно я хочу, чтобы я написал, поэтому при смене лица надо будет спрягать оба глагола, никуда от этого не убежишь. Лексис. Греческий язык, безусловно, дал миру очень много своих слов. Но вот в ответ лексику он принимает крайне неохотно. Достаточно отметить, что «виавиктио» – это интернет, и «стотопос» – это сайт, а «ипологистис» – это компьютер. Очень интересно обстоят дела с той лексикой, которая попала в европейские языки и из греческого, потому что порой пути заимствования были весьма хитрыми. Вернемся к тому же Гомеру. Если бы мы напрямую взяли его имя из современного греческого, мы бы получили «омерос». В древнегреческом это был «хомерос». Буква «это» тогда обозначала звук «э», а не «и», как сейчас. И поэтому в древнегреческом она называлась «это», а не «ито». А еще тут было придыхание, которое обозначалось специальным значком рядом с гласной буквой. Из-за этого в европейских языках первый звук в имени «гомер» – это звук «х». Ну а мы по какой-то давней хитространной традиции адаптировали его как «г». Вот и получилось в русском «гомер». Но придыхание в древнегреческом могло быть не только перед первым гласным звуком, но и внезапно при произнесении звука «р». А вы думали, зачем пишется буква «эйч» в английских словах, обозначающих родос, ритм и ревматизм? Однако в русский язык многие греческие слова попадали непосредственно в византийский период, а византийское произношение довольно слабо отличается от современного. Можно взять какое-нибудь греческое имя, а их у нас полно, и сравнить с аналогом в языках Западной и Центральной Европы. Например, у Елены там та же ситуация, что и у Гомера. То есть там начальное «h» или «h», или как еще вы там его называете, показывает существовавшее в древнегреческом придыхание. А если мы хотим переделать имя «Ирина» на западный манер, то мы превращаем «Ирину» в «Ирену». А все почему? Потому что в греческом написании этого имени есть буквы, которая поменяла произношение с «э» на «и». Даже между вариантами сербо-хорватского возникают различия по этой причине. Сербский заимствовал греческие слова напрямую из византийского и греческого, а хорватский брал древнегреческие формы, которые законселировались в латыни. И получается, что сербы называют остров Крит так же, как и носители русского языка, то есть Крит, а хорваты называют его Крета. Думаю, уже понятно, какую букву мы увидим в греческом названии. Так что, с одной стороны, кажется, что мы и так уже много чего знаем о греческом, все-таки этот язык действительно везде вокруг нас. Но с другой стороны, там все еще есть множество деталей, в которых стоит покопаться. Учите греческий. Мат это еленика.